Соловьёв Александр Александрович, мне 43 года сейчас. Я сижу по статье 228, часть 2. С этим человеком мы встретились в следственном изоляторе Твери. Ещё одна судьба, поломанная наркотиками. Рассказывает, впервые попробовал дурь в 17 лет. Был студентом первого курса техникума. Это в 90-е, на начало 90-х годов в тот момент уже всё катилось к современной России, наверное, или как правильно сказать. Ну и тогда уже наркотики были. Уже тогда, в 17 лет, Александр понимал, наркотики – это преступно. И всё же в зрелом возрасте решил вырастить эту преступную дурь на огороде для себя. Такое садоводство длилось недолго и закончилось колючей проволокой. Я полноценный член общества. Всё нормально. У меня была работа, у меня дети, жена. У меня всё нормально. Машина, квартира. Я дом собирался строить. Теперь на три с лишним года о строительстве дома пришлось забыть. А на воле семья – двое сыновей. У меня сейчас, например, ребёнок. Когда я попал сюда, у него итоговая была за год 4 четвёрки и 5 пятёрок. А сейчас тройки. Потому что вас нет? Да. В свои 43 года Александр сформировал целую наркотическую философию. Один из пунктов которой – опасность наркотиков для жизни детей и подростков. Когда ты подросток или ребёнок, то это баловство. И баловство очень и очень опасное. И приводит к вообще непоправимым. Ты теряешь судьбу. Ты теряешь свою жизнь. Среди 11-12-летних мальчиков и девочек сейчас есть вообще очень сильная, мощная пропаганда именно этого образа жизни. И с этим тоже нужно. И его нужно не бороться, его нужно замещать. Свой криминальный опыт Александр называет уроком на всю оставшуюся жизнь. Наркотики в прошлом. Я от этого отошёл. Здесь даётся время для того, чтобы переосмыслить многое вообще. Здесь вообще на самом деле такое место, где меняешься. Можно отличься от реальности другими вещами. Только здесь это начинаешь понимать. И лично я для себя понял вот это. Вы какие вещи себе выбрали вот здесь для отвлечения? Книги. Я читаю книгу очень интересную сейчас. И книги читаю постоянно. А раньше не удавалось только читать? А раньше я читал в детстве. Ну, до 17 лет, кстати. А во взрослом возрасте уже нет, да? Да, дела, заботы, постоянно работа. Это же как белка в колесе. Крутишься, крутишься, крутишься. А здесь есть возможность время почитать? Здесь это необходимо. Книга какая? Сейчас, сейчас читаю Захар Прилепин на обитель в данный момент. Здесь прочитал Библию. А ещё говорит, здесь в неволе узнал о масштабах так называемых закладок. В разговоре с нами Александр то и дело возвращался к судьбе своих сыновей. Только бы они были подальше от наркотического зелья. Как только эти маленькие мальчики и маленькие девочки это попробовали, они сразу начинают учиться на двойке. Это кошмар вообще какой-то, ну... Мало, дают даже за эти закладки вообще, у меня ужас полный в глазах.